Реализация программ по поддержке инвесторов, а также малого и среднего бизнеса обсуждалась на заседании правительства Тверской области. Глава региона поставил перед членами кабинета министров ключевую задачу – не снижать конкурентоспособность предпринимательского корпуса Верхнего Лжья. По итогам года Тверской области удалось сэкономить часть средств по системе мотивации бизнеса. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы дополнительные деньги будут направлены на поддержку начинающих бизнесменов. Речь идет о выдаче субсидий и кредитов, причем фактически по минимальной ставке. Для того, чтобы не разгонять инфляцию и не снижать конкурентоспособность нашего регионального бизнеса. Поэтому у нас ставка 1,5% как была, так и остается. Условием получения кредита является гарантия банка из первой десятки российских банков. Среди прочего, средства пойдут на организацию межрегиональных выставок с участием малого и среднего бизнеса, помощь в популяризации продукции, регистрацию торговой марки или знака, а также на сертификацию компании. Еще одним важным вопросом, который обсудили в правительстве, стало развитие территорий с особыми условиями экономической деятельности. В частности, инновационно-промышленного парка Боровлево-3 и индустриального парка Раслова. В 2022 году там начнутся работы по созданию на объектах инженерной инфраструктуры. Предусмотрено строительство распределительных подстанций, прокладка сетей газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также возведение насосных станций. Считаем, что сегодня основная задача правительства это поддержать реальный бизнес, который работает, промышленность, который работает на территории региона, ни в коем случае не чинить никакие препятствия в этот очень непростой период времени. Напомним, что общая площадь парка Боровлево-3 составит 82 гектара. На территории планируется разместить 19 новых производств, создать свыше 2700 рабочих мест. Строительство инженерной инфраструктуры в Раслова позволит разместить 5 потенциальных инвесторов, которые смогут обеспечить свыше 1000 новых вакансий для жителей Верхневолжья.